Актуальные интервью Какие же изменения ожидают выпускников школ и колледжей при сдаче ЕГЭ в этом и следующем году? Этот и другие вопросы я сегодня хочу адресовать министру образования и науки Карачаева Черкесской Республики Ине Кравченко, начальнику отдела дошкольного и общего образования Владимиру Воловику, руководителю Республиканского центра обработки информации Ларисе Байрамкуловой. Здравствуйте, спасибо, что вы нашли время и возможность прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. И вот сегодня уже ученики сдают первый экзамен. Вот какие же изменения все-таки ждут выпускников школ и колледжей при сдаче ЕГЭ в этом и следующем году? Спасибо за вопросы. На самом деле сегодня у нас стартовал первый экзамен, и выпускники сегодня сдают географию и литературу. И нововведения коснулись именно этих экзаменов в этом году, потому что они проходят по усовершенствованной технологии, а именно происходит печатание контрольно-измерительных материалов прямо в пунктах проведения экзаменов, непосредственно в аудитории. И также происходит сканирование бланков ответов тоже непосредственно в аудитории. Это одно из нововведений этого года. Также в досрочный период у нас проходили все экзамены по этой технологии. Что необходимо отметить нового в ЕГЭ 2016? То, что у нас будет убираться с некоторых предметов тестовые задания. Они будут заменяться на задания с открытыми ответами. Это делается для того, чтобы ученики смогли продемонстрировать свои знания, умения, навыки. Также необходимо отметить, что есть определенные нововведения и в организации проведения непосредственного экзамена. Благодаря усилиям руководства республики на сегодняшний день у нас все пункты проведения экзамена, это порядка более 234 аудиторий, будут обеспечены видеонаблюдением в системе онлайн. То есть все ученики сегодня, все выпускники у нас поставлены в равные условия, как мы понимаем. Также необходимо отметить, что с этого года у нас увеличивается срок хранения видеозаписи материалов. Они будут храниться до 1 марта следующего года. А также увеличивается срок хранения бланков ответов и контрольно-измерительных материалов, учащихся тоже до 1 марта 2016 года. То есть при возникновении каких-то спорных моментов можно поднять работу, пересмотреть ее, переоценить и принять соответствующие решения. Вот это основные нововведения ЕГЭ 2016 года. Но это уже не нововведение, скажем так, а математика у нас делилась на базовый и профильный уровень. Инна Владимировна, давайте же еще раз объясним нашим телезрителям, кому нужен базовый, кому профильный уровень. Базовый уровень нужен тем, у кого не является приоритетной, скажем, математика при поступлении в высшие учебные заведения. Они сдают базовый уровень, он оценивается по пятибалльной системе, то есть отлично, хорошо, удовлетворительно. Если не удовлетворительно, то есть попытка пересдать этот экзамен. Что касается профильного уровня, он оценивается уже в баллах. Нам необходим минимальный порог набрать 27 баллов. Ну понятно, чем выше, тем лучше. Те студенты, которые будут поступать на технические специальности, как правило, требования — это математика, поэтому они должны выбрать профильный уровень. В правилах приема вузы прописано, какие экзамены необходимы, на какие специальности направления подготовки сдавать. Если это технический, скажем, профиль, и там математика не обязательно, обязательно подчеркиваю, то обязательно выбирается математика профильного уровня. Если это гуманитарные направления, и там математика не обязательно, то достаточно математики базового уровня. А вот если ученик, допустим, сдал на базовую профильную математику заявку, может он потом пересдать, если он на профильный уровень не потянул, на базовом уровне? Может пересдать и на базовом, может пересдать и на профильном уровне. А вот в 2017 году уже ученики смогут проходить тестирование на компьютерах. Вот будет ли наши школы-республики готовы к этому? Вы знаете, вот по этому вопросу мы информацией не владеем, у нас никаких инструктивных писем не поступало в этом направлении. Но если это будет, мы готовы будем подключиться. А еще вот говорят, что 2016 год он будет последним, когда оценки за ЕГЭ не будут влиять на аттестат. А вот с 2017 года уже ведут одну шкалу оценивания. И вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну я, наверное, хотела бы уточнить, что это касается государственной итоговой аттестации в девятых классах. То есть если в прошлом году девятиклассники сдавали русский математику и оценки не влияли на получение аттестата, то в этом году они сдают русский математику как обязательный предмет и два предмета по выбору. А на следующий год они будут сдавать четыре обязательных предмета, которые будут влиять на получение аттестата. Вот это, скорее всего, с этим связано. А вот эти четыре предмета, то есть один добавится на усмотрение учащегося, а потом еще один? И почему вот расширяется? Два предмета как бы обязательные. Ну да, это математика. Он выбирает, но они все четыре будут влиять на результаты получения аттестата. А какие предметы войдут в число обязательных? Все общеобразовательные предметы, по которым сдаются сегодня же экзамены. То есть ученик сможет сам выбирать? Конечно. Два предмета он также сможет выбирать, да. А в связи с чем расширяется тогда список обязательных предметов? Ну, думаем, что это ради подготовки к ЕГЭ 11 класса все делается. Если раньше было два обязательных предмета, это было достаточно для получения аттестата. В этом году идет апробация и четыре предмета являются. Два обязательных, два по выбору. Со следующего года все эти четыре предмета будут влиять уже на получение аттестата. Ну и предусматриваются, по крайней мере, такие разговоры шли о том, что поэтапно будут добавляться экзамены. Через два года будет пять, и еще через три года шесть экзаменов. То есть вернуться к той советской практике, которая была. Мы с вами все заканчивали, когда девятый класс, мы сдавали и не два, и не три экзамена. Ну вот говорят, что история тоже войдет как-то как обязательный предмет, потому что дети не совсем... Не знаю, это ну как бы... Ну на данный момент буквально, по-моему, на днях выступал тот же самый Кравцов, у него было интервью. И там прозвучало о том, что до 2022 года никаких коренных изменений в ЕГЭ не будет. В 2022 предусмотрено обязательное введение английского языка. А вот говорили про иностранные языки, что как бы иностранный язык попадет в список обязательных. А не планируется ли в будущем вот эта сдача устной... Так она есть сейчас уже. Есть, не смысл. Обязательно. Обязательно. Нет, не обязательно. Ну сейчас добровольно. Добровольно. Пока она сохраняется, да. 20 баллов идет за устную часть и 80 баллов за письменную часть. То есть в зависимости от того, если ребенок считает, что ему необходимо большее количество баллов, то, соответственно, будет выбирать оба варианта. Но пока обязательно они входят. Как организована процедура сдачи ЕГЭ учащихся колледжей? Вот где они могут... У учащихся колледжей такая же процедура, как и у всех. Только после того, как учащиеся колледжа освоили среднюю общеобразовательную программу, они могут сдать единый государственный экзамен. Они могут подать заявление в школе, в которой они обучались, или могут написать в отделе образования заявление и сдать в пункте проведения экзамена этот экзамен. А скажите, по русскому языку не планируется каких-то изменений, разделений там на какие-то уровни базовые, профильные? Нет, нет. Такой информацией мы тоже не владеем, как бы я думаю, что нет. А вот правда ли, что ученики колледжей могут не сдавать ЕГЭ и поступить, допустим, в профильный вуз? Они могут поступить не только в профильный вуз по окончанию среднепрофессионального заведения. Если в правилах приема высшего учебного заведения прописаны условия, что учащиеся выпускники среднепрофессиональных заведений могут поступать по вступительным испытаниям, которые определил для них вуз. Да, могут не только по профилю. Лариса Исмаиловна, расскажите, пожалуйста, как готовится республика к этой государственной итоговой аттестации 2016 и 2017 год? Ну, 2016 год он уже стартует, республика уже готова, пункты сдачи единого госэкзамена уже были приняты комиссионно, то есть члены ГЭК присутствовали при приемке. Далее было тестирование Ростелеком по линии Ростелекома, просматривалась каждая аудитория. Это то есть через сайт СмотриЕГЭТ, те люди, которые зарегистрировались как онлайн-наблюдателям, это были желающие, которые регистрировались на портале. Это независимо, это не чьи указания, просто родитель также мог зайти на портал, зарегистрироваться. Даже через СмотриЕГЭТ, через портал просматривали каждую аудиторию, то есть чтобы видно было ракурс, как сидят дети, коды ПЦТ, которые необходимо тоже устанавливать. Поэтому пункты уже готовы, то есть уже стартует этап. Кроме того, что задействованы были уже онлайн-наблюдатели, также в пунктах задействованы правоохранительные органы. Тоже уже совместно с главой решен вопрос по взаимодействию с органами внутренних дел в целях безопасности, то есть предотвращение каких-либо этих нарушений, когда идет массовое скопление людей, всегда это предусмотрено законодательно. Поэтому все, что касается проведения, пункты готовы, организаторы обучены, все категории людей, которые задействованы в ЕГЭ, они прошли все обучение, начиная с организаторов, с экспертов, руководителей, все категории людей, они уже прошли обучение, они сертифицированы, поэтому готовность уже стопроцентная. Так усилится ли в этом году ответственность за нарушение правил ЕГЭ? Да, ответственность, оно даже и не искоренялось, это уже прописано законодательно, то есть порядком проведения ЕГЭ уже попутно прописано, что за какие нарушения, какие удаления производятся. Это нарушение, повторяюсь, это наличие мобильных телефонов, независимо от категории участника, то есть может быть это либо организатор, ребенок, если обнаружат, что у него имеется телефон, не воспользовался он, просто наличие самого телефона, это уже дает повод о том, что аннулировать или удалять с аудитории, если это организатор, к нему будут приняты меры дисциплинарного характера, если это ребенок, то решением будет решаться вопрос о недопуске, если обнаружили на момент, когда он входил в аудиторию, если же он уже обнаружен был, когда во время проведения, то аннулируется результат решения МГЭК, но это в основном по прошлому году были без права пересдачи. То есть на следующий год только? Только на следующий год, независимо от того, это обязательный предмет, который влияет на получение аттестата, либо выборный, который влияет на поступление. Поэтому наличие шпаргалки тоже карается так же, то есть без права пересдачи. Поэтому все те нарушения, которые были в том году, они так и остались. Единственное, еще раз хочу сказать, все нововведения, которые предусматриваются в сдаче единого госэкзамена, они принимаются до 1 сентября. Поэтому вот на тот момент, что на 1 сентября, какие нововведения были приняты, они так и остались. Единственное, вот Инна Владимировна сказала, что часть угадайка, мы так называли, это отход, отходим 4 предмета и 2 предмета, там общество знания и химия, чуть-чуть продолжительность экзаменов, они увеличили. Других нововведений вот в части проведения единого госэкзамена нет. И вот то, что приветствуется, глава изыскал средства, это вот 100% это онлайн наблюдение, это равные условия для всех категорий детей. Вот это нововведение по республике. Спасибо. А что разрешается учащемуся проносить с собой на экзамен? Оно прописано нормативно, ребенок имеет право с собой брать на экзамен, это обязательно условие. Две черные гелевые ручки, это паспорт, уведомление, которое он получил, уже мы их разослали. Увидомление он оставляет на пункте, на проходе. Далее, если он сдает математику, это линейка, которая без формул. Если химию сдает, то непрограммируемый калькулятор. На географию то же самое, транспортир и непрограммируемый калькулятор. На химию там вся справочная документация, она вложена в КИМ, поэтому никаких... Если в основном дети с собой берут ручки, ну и плитку шоколада, водичку тоже. В фунтах в этом году предусмотрено, прописано, что Минздравом обязательно условия кулера, но у нас в республике они всегда имеются. Поэтому даже необходимости в водичке нет. А правда ли, что ученики, распространяющие ответы во всемирной сети, также будут, ну смогут пересдать только через год? Это самое грубое нарушение, если ребенок какой-либо разместил, ну удалось, да, к примеру, сказать, что такого еще не было, это было несколько лет назад, поэтому этого нет. Если даже это ему удастся, то это ребенок будет с Москвы, даже с центра указана утечка, во-первых, с какого пункта, с какого места, там фамилия, имя, отчество не указывается, это каждое рабочее место, ребенка там пронумерована, к примеру, 1А, 1Б, так и далее по рядам. Просто указывается, приходит смс для конкретных людей, которые в этом Министерстве образования, они прописаны приказом, есть люди, которым за это, как говорится, несут ответственность, они просматривают. Приходит это смс-ка и в номерцой, и ответственным лицам, поэтому там указывается в конкретном пункте, к примеру, пункт такой, это за таким-то кабинетом, за таким-то рабочим местом, ну вот пошло, что утечка этого материала. А скажите, нарушений в прошлом году много было, вот тех детей, которые на год? Ну, нарушения были в каком плане? Вот кто-то пробовал вынести к ним, да, но не получилось. У кого-то нашли телефон, ребенок даже не пользовался телефоном, он уже даже вот покидал аудиторию, он уже выполнил работу, но в коридоре у него как-то вот обнаружилось, что у него телефон, он зазвонил. Обидно. Аннулировали результат без права пересдачи, то есть он не пользовался. Наличие телефона уже дает право аннулировать результат без права пересдачи. В прошлом году их было 23 ребенка, но в основном я просто могу сказать, что это были выпускники прошлых лет, которые идут на экзамен, им терять уже нечего, они уже пробовали, поэтому они как-то идут. Вот у нас досрочный период стартовал, было заявлено 72 ребенка, но один случай был, тоже выпускник прошлых лет, аннулировали результат без права пересдачи. Владимир Григорьевич, вот прежде республика имела возможность предоставлять целевые места в вузах. Вот будет ли сохранен такой опыт в этом году? Да, в принципе, ежегодно предоставляют целевые места. Главным условием это должен быть договор, который подписан будущим работодателям и вузам. И, в принципе, каждое министерство помогает или, скажем так, рассматривает вопросы по целевым местам именно по своему профилю. То есть наше министерство образования, естественно, занимается педагогическими вузами. То есть если кто-то у нас есть желающий поступать в педагогические вузы, то они могут обращаться в министерство образования. Соответственно, если медики, то Минздрав. Как это все согласуется с результатами ЕГЭ? Чем лучше, тем лучше? Нет, естественно. Дело в том, что одно дело то, что заключен договор, и ребенок приезжает в вуз. Но в вузе-то идет конкурс тоже между целевыми местами. Соответственно, чем выше результат по ЕГЭ, тем, естественно, больше шансов, что он поступит. Ну и плюс, конечно, там играет роль условия, которые прописаны в договоре. Чем лучше условия предлагает работодатель, тем в вузу более выгоднее принять именно этого ребенка. Скажите, куда подаются апелляции? Продолжат ли в этом году на ЕГЭ свою работу федеральные инспекторы? Федеральные инспекторы, они предусмотрены, они будут. Буквально вот было совещание селекторное, нам обозначили, что к нам тоже приезжают и федеральные инспекторы, и федеральные общественные наблюдатели. Что касается апелляции, то апелляцию ребенок подает по месту подачи заявлений на участие ЕГЭ. Если это касается учеников текущего года, то они по месту школы. То есть школа собирает апелляции, графики уже вывесены, мы отправляли во все школы, во все районы, чтобы дети знали, когда примерная выдача результатов. Этот график идет с федерального центра тестирования и ориентируемые сроки подачи заявлений. То есть после того, как членом ГЭК утверждается результат, в течение одного дня эти результаты отправляются в школы, ознакомливается ребенок, и в течение двух рабочих дней ребенок подает заявление на апелляцию. Место указано, уже место работы конфликтной комиссии на сайте Министерства образования. В документах ГИА размещены схемы, порядок работы, вся документация, которая утверждается, она по срокам размещается на сайт, и там тоже указано место работы конфликтной комиссии. Это если кто не смотрел, не пользовался сайтом, это Ставропольская 51А, школа-интернат, как оно и было, тоже конфликтная комиссия работает под онлайн-наблюдением. Там же также присутствует, имеет право присутствовать и общественные наблюдатели, если они заявили это в заявлении федеральные общественные наблюдатели, это обязательно у них условие. Члены ГЭК присутствуют, ну и сам ребенок присутствует с родителями, то есть с законными представителями. Поэтому путаница идет, были конфликты, что ребенок приходит с учителем, то есть, повторяюсь, это законными представителями являются родители или опекуны. Поэтому вот конфликтная комиссия в течение двух рабочих дней, с того дня, когда он уже узнал результаты, помимо этого на сайте ЕГЭ все бланки ребенок видит, это нововведение. Вот могу даже радоваться тому, что досрочный период апелляции не было, потому что дети уже видели свои работы, они оценивали, то есть, стоит ли подавать на апелляцию, просматривали, какие результаты он получил, на сколько баллов оценено. Поэтому это на сайте смотри.ЕГЭ он может также ознакомиться с результатами перед тем, как подать документы на апелляцию. То есть подача документов на апелляцию в разы сократилась, наверное? Да, 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 сократилась. Результаты апелляции могут быть пересмотрены не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения баллов. Об этом тоже надо не забывать. Это сейчас четко прописали в порядке проведения. Если раньше об этом не говорилось, то это четко прописано. То есть можно потерять и то, что заработал изначально. Поэтому надо подумать, прежде чем подавать заявление на апелляцию. А вот сколько пунктов экзаменов будет работать в республике в этом году? У нас 17 пунктов. 17 пункт – это СИЗО. А таких пунктов, которые учащиеся сдают, это официально такие пункты. 16 пунктов. Но в СИЗО там есть категория детей, которым тоже они сдают не в форме ЕГЭ, но в государственный выпускной экзамен, чтобы были равные условия. Это 17 пункт у нас. 18-й на дому. То, что на дому, это тоже прописывается, собирается пакет документов. На дому у нас тоже есть категория детей. И один ребенок сдаёт на дому. Вот для него тоже предусмотрены все условия. И он и сдаёт на дому. А для кого как раз существуют льготы при сдаче ЕГЭ? Это категория детей, у которых ограничены возможности здоровья, если это подтверждено документами. То есть есть нормативные документы, которые мы руководствуемся решением. ЕГЭ выносится решением, когда если те требования, которые нужны, то есть для сдачи на дому, он подтверждается документально. Справки это по МПК. Далее справка об инвалидности. И там прописывается, что если врач прописал, что ему нужны условия на дому, то на дому. Даже в методических рекомендациях прописано, что если ребенок лишит в больнице, то ему точно так же создаются условия, пункт создаётся в больнице, и ребенок сдаёт экзамен. Эти дети вместо сочинения пишут изложение? Если ребенок, он выбрал форму, то есть сдачи единого госэкзамена в форме ЕГЭ, то есть это некоторые вузы принимают результаты только ЕГЭ. Это надо опять-таки ребенку руководствоваться, но это делается тоже до 1 февраля. То ребенок в заявлении указывает, что он хочет сдать единый госэкзамен в форме ЕГЭ, или же если он решил, что поступает, ему достаточно будет государственного выпускного экзамена, то он указывает, для него облегченные варианты заданий, то есть Рособорнадзор разрабатывает эти задания, он может выбрать либо изложение, там тоже либо сочинение, но для этих категорий детей там предусматриваются облегченные задания. Плюс устно можно сдать. Плюс устно он точно так же, если выборные предметы, он тоже. Вот в этом году у нас девятые классы выбрали родные языки, вот в этом году Министерство образования подготовило экспертов, они прошли обучение в ФИПИ, вот дети будут сдавать родные языки, родную литературу устно. Но для выпускников с УВЗ предусмотрено, либо он выбирает в форме сдачи устного экзамена, либо он письменно. Единственное, что по ЕГЭ, если ребенок выбирает с УВЗ ЕГЭ, то ему может быть увеличено время проведения экзамена на полтора часа. А вот скажите, какая категория люботников может поступить в УЗы вне конкурсов и безступительных экзаменов? Вне конкурса это тоже прописано в порядке зачисления образовательной организации. Но там, в принципе, это основная категория, это победители Олимпиад. Прежде всего, международных. Да, международных. Плюс, если это различные спортивные направленности в УЗы, то там победители Олимпийских игр, чемпионы мира, паралимпийские игры. И вот они идут, как бы, прежде всего. Дети сироты. А они имеют... Нет, они именно вне конкурса. Они имеют больше шансов? Они вне конкурса идут, они без прохождения. Но опять-таки там все зависит. Да, и члены международных команд Олимпиад российских. То есть у них свой конкурс будет внутренний, да? У них внутренний свой тоже конкурс, вот между такими лицами. Им тоже ограниченное место, квота выделяет ВУЗ, и у них свой внутренний конкурс. Порой бывает, что у них конкурс больше, чем у обычных. Спасибо. Скажите, на льготных условиях абитуриенту предоставляется право поступать в один ВУЗ только? Нет, на льготных условиях только... Льготу он может предоставить только в один ВУЗ и на одну специальность. Причем оригинал. Эти копии он может предоставить в любые другие ВУЗы, но будет поступать там на общих основаниях. А по льготе только в одном. По льготным условиям? Да. Скажите, пожалуйста, вот срок действия результатов ЕГЭ и сочинения, вот сколько он длится? Срок действия результатов уже вот второй год, он действует четыре года. Вот выпускники, которые сдавали в 2012 году, вот у них срок действия истекает в декабре 2016 года. То есть они могут ими воспользоваться, этими результатами. Помимо этого, ребенок может пойти на улучшение результата, подать заявление, получить результаты и выбрать из этих двух результатов, какой его устраивает. То есть если он улучшил, он подает тот результат. Улучший результат. Да. Ну и сочинение, если он вот подал сочинение, сочинение, как вы знаете, оно дает от 0 до 10 баллов, это решает конкретно определенный ВУЗ. Они тоже действуют, то же самое количество времени. Но если ребенок решил улучшить результат сочинения, он уже являясь выпускником, решил на следующем году подать сочинение, то сгорает то сочинение, которое он писал, вот будучи выпускником текущего года. Наше время подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня у нас в программе. Ну а телезрителям я напоминаю, что это была программа «Актуальное интервью», и она была посвящена теме нововведения в области ЕГЭ. Я благодарю всех за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»